Итак, движемся дальше. О чем и для кого группа я сказал? Независимые ищущие, которые хотят сами решить, что такое реальность. Далее. О необходимости такой группы и необходимости такого подхода. То есть, я уже там постил в группе такой тизер, что все мыслящие люди неоднократно задают себе эти вопросы. Зачем и почему мы живем? Существует ли смысл жизни? Или это выдумка? Или каждый может придумать себе свое? Является ли смерть концом всего? То есть, все, больше ничего нет. Или не является? Есть ли высшая сила Вселенной? Или все это гипотезы, придумки, фантазии? Или все-таки есть? Почему жизнь проявляется так жестоко и бессмысленно, если есть, например, высшая сила? То есть, жестокая и бессмысленная жизнь, я думаю, что мы сталкиваемся, каждый из нас уже столкнулся и продолжаем сталкиваться. Если есть высшая сила и все остальное, то почему это так? То есть, вот такие вопросы. Разные люди прибегают к разным ответам, в общем-то, да? То есть, некоторые удовлетворяют ответы религии, которые все объясняют промыслом Божьим, там, или еще чем-то в этом духе. Других удовлетворяют научные ответы. И вот как наука отвечает, так они и думают, что и есть. Хотя это все, опять же, некий перенос. То, что наука считает, не значит, что мы так считаем. Просто у нас нет ничего другого, мы просто берем это как вот за основание. Но все же, всем нам, людям прежде всего, нужно видеть смысл в нашем существовании. Если наше существование бессмысленно, это перечеркивает большую часть нашей жизни. Нам нужна не только материальная, но и духовная пища. Материальная, безусловно, нужна. Но лишите себя духовной пищей, то есть то, что нематериально. Даже если мы берем искусство, информацию, какую-то вот, ну и так далее. То есть, я уж не говорю о более высоких каких-то вещах. И нам нужна мотивация для улучшения нашего мира. Потому что если такой мотивации нет, то мы получаем то, что мы получаем. То, что мы видим вокруг. Мы видим разрушение. Мы видим все ужасы, которые мы сейчас достаточно наглядно просто стучатся в наши, как говорится, двери, окна. И даже заходят нам домой в виде там соцсетей со всеми клипами, фото, видео и так далее. То есть, мы сейчас можем прямо увидеть, как кто-то кого-то убивает, кто-то кого-то там, ну и так далее. Разрушает. И, конечно же, технологии важны и нужны. То есть, не было бы технологий, сейчас мы бы имели то ограничение, в котором мы вот сейчас находимся. С точки зрения того, что мы не смогли бы даже вот встретиться так вот в Сирии. Но еще более чем технологии, нам важны и нужны воззрения на мир и на жизнь. Те воззрения, которые дают нам одновременно адекватное объяснение материальной реальности. То есть, нам нужно адекватное объяснение. Не какое-то там, как попало, которое приблизительно или там неясное, а именно адекватное. Все реальности, чтобы каждый человек мог ее охватывать. Не только там, это был бы учебник каких-то мыслителей, ученых, любой человек. И нам нужны духовно ориентирующие, позитивные, ценностные наставления. Духовно ориентирующие, позитивно ценностные наставления. То есть, нас нужно какое-то видение, чтобы мы все становились хорошими, порядочными, добрыми, созидающими людьми. Такая необходимость есть. И вот таким образом я, как бы, это пытаюсь обосновать. Далее. Мы сейчас более-менее находимся в ситуации, когда физические науки опровергают многие религии. Устройство мира. Что земля плоская. Что сотворение было 6 дней. В общем, разные-разные представления. Которые не выдерживают никакой критики, никакой научной проверки. И поэтому у многих людей сейчас возникает некое вот недоверие к тем источникам, которые это говорят. Но проблема не в том, что там какая-то ложь или заблуждение. А проблема в том, что все они так или иначе выражают, или, скажем, презентуют реальность символическим языком. Если не знать символов, то вы просто не поймете, что имеется в виду. Если мы пытаемся буквально это понять, это может завести абсолютно в тупик или совершенно не туда. Если мы понимаем символы, которые что-то значат, тогда нам все становится понятно. Я вот, например, сейчас вот недавно изучая, опять погружаясь в тему, что такое Бог, как его понимают в разных религиях, как о нем говорят. Собственно говоря, когда я читаю, я говорю, ну, везде все говорят правильно. То есть, если под этим понимать то, что я имею, знаю уже, то как бы все определения правильные, они примерно идентичные. Ну, потому что я понимаю символический язык, и я знаю более сущностный язык, через который я понимаю реальность. Поэтому у меня никаких проблем нет. Практически любую религию сказать, что да, это тоже является частью презентации истины. Но, тем не менее, мы сейчас с другой стороны, у нас другая крайность возникает, что мы слишком стали физикалистами. То есть, мы физическую реальность воспринимаем, что вот дай нам потрогать, дай нам овладеть, ну и так далее. А вот то, что за пределами, мы как будто бы начинаем отрицать. Тем не менее, мы сейчас, вот особенности благодаря тому, что сейчас мы записываем происходящее, да, накапливается информация. Есть сейчас и новейшие научные исследования, которые подтверждают, что есть явление реальности, феномены, которые находятся за пределами физических проявлений. То есть, мы не можем только сказать, что все материально или физично, и этим все-все-все объяснить. Сюда относятся такие явления, как, например, телепатия. При этом я не имею в виду по телепатии какие-то такие вот сверхспособности, что я сейчас буду читать ваш ум, там, или проникать в ваш ум, и так далее. Дело не в этом. То, что вы меня сейчас понимаете и воспринимаете, это и есть телепатия. Если бы не было телепатии, то вы меня просто никак бы не поняли, не воспринимаете. У нас телепатия, это как бы способность объединить сознание, донести к другому сознанию, то есть, как бы, слиться. Если у этого факта не происходит, то понимания нет. И там, где человек закрыт телепатически, да, то есть, телепатия, она как бы настраиваема и избирательна. До тех пор, пока мы полностью не владеем сознанием. До тех пор мы сами себе избираем, с кем мы настроимся, а с кем мы не настроимся, и когда, и как. Поэтому, вот на таком уровне, что любой человек, который вас хотя бы раз понял, вы уже телепатируете. И любой человек, который находится у вас в контакте, вы телепатируете. Но есть, конечно, и более высокие уровни телепатии, когда вы действительно можете осознанно увидеть там содержание чьих-то мыслей, ну и так далее. Или там, даже где-то внедрить, если вы сильно уже этим все это, если вы можете объективно в этом пространстве двигаться. Но, тем не менее, как бы, немало сейчас фактов есть, когда телепатически, даже это на уровне происходит там близких людей, когда один человек уже знает, не только, и это не всегда только вот из-за того, что вы изучили друг друга привычки, вы реально начинаете телепатировать. Также, например, есть достаточно много уже сейчас, наверное, каждый сталкивается в той или иной степени, может кто-то верит, кто-то там не обращает внимания, но случаи ясновидения. То есть, не буду слишком углубляться, я думаю, все понимают, о чем речь идет. Затем, есть дистанционное видение, то есть, люди могут видеть на расстоянии. Я, например, сам тоже не раз, не то чтобы я увлекался, но у меня были периоды, когда я вдруг включался, мне нужен был какой-то человек, я вдруг ясно видел, где он находится там, как все там, обстановка выглядит, что он делает. Я потом звонил и, ну так, шутя, говорил, а, вот вижу, вот так-то, вот так-то, чем немножко пугал людей, вот, но абсолютно точно все совпадало. Ну и, конечно же, ну это все примитивно, а есть более такие профессиональные люди, которые это развивают, которые способны на это. Затем, есть разного рода проекции, то есть, выход из физического тела. Лично я тоже, скажем, такой опыт имел, когда видишь свое тело со стороны, перемещаешься и так далее. Был у меня там случай, например, когда я попал в автомобильной аварии, вылетел просто, а потом увидел себя там с головой вот так вот в лужу и вошел в тело. И, наверняка, многие из вас с этим сталкивались. Есть также люди, которые более это развили, и прямо у них целые там есть журналы, или там чуть ли не форме книг они уже издали, о своих опытах проекции, где они описывают то, что видели, и очень часто они могли описывать то, где они не были, но потом подтверждалось, что так оно и было, например, или так оно и есть. То есть, в местах, в которых... То есть, человек способен за пределами физического тела. Это не значит, что нематериально, просто материя более тонкая бывает, как поля, да? Так же, как проекция моего образа сейчас проецируется на экран, например. Но только здесь мы делаем это технологически, а можно делать еще более сознательно. Также есть, например, факты психометрии. Что такое психометрия? Это чтение прошлого и будущего. То есть, есть люди, которым, если дать предмет, или там запах, или что-то еще, которые поэтому могут считать, что здесь происходило, и что произойдет, это тоже. Многие люди... История просто полна примеров предвидения, да? То есть, их называют пророки людей или провидцы, которые предвидели то, как будет будущее. Такие факты уже... Ну, правда, люди становились в результате известными, знаменитыми даже. Вот. Но я думаю, даже и у вас, у кого-то из вас такое тоже бывает, да? Что вы предвидите то, что произойдет, и оно так и происходит. И это происходит не случайно, а именно потому, что у нас есть такая функция в сознании. Есть также и факты, так называемого психокинеза, да? То есть, когда человек, скажем, дистанционно, не прикасаясь, способен там перемещать какие-то предметы. Я могу сказать, что там в своей молодости, юности, молодости, я так заинтересовался этим вопросом. И даже одно время тренировался в этом. Например, я подвешивал там линейку на нитке, отходил на несколько метров и пытался вот отсюда там воздействовать. И мне удавалось раскачивать эту линейку. Потом я ставил, например, такую бумажную рамочку, потом как бы ставил ладонь. И там, это был явно не ветер, а как бы, ну там, посылая что-то, делал так, чтобы оно упало. Ну и так далее. Но это примитивно, это мои были опыты просто. Я говорю, что для меня это не является какой-то там чудом или не является фантазией. Точно так же там в определенных степени боевых искусствах есть там моменты, когда заставляешь человека там смещаться куда-то, не прикасаясь. Но есть и гораздо более интересные вещи. Например, некоторые считают, что какие-то мегалитические сооружения тоже построены при помощи психокинеза. То есть не только использовалась техника, а использовались еще какие-то психические силы, которые кажутся, может быть, невероятными, чудесными, но такое есть. Есть в йоге, и также не только в йоге, а многие из этих вещей считаются чудом, и некоторые люди просто отрицают их, но описываются такие еще вот феномены, как, например, ходить по воде Яко-Посуху, да, например. Не гореть в огне, проходить сквозь твердые там скалы, сквозь стены, левитация. Я вот жил когда на Аляске, там было такое одно место, очень красивое, такой небольшой был перешейчик, может быть, насыпной. И там был остров. Остров с такими вот хвойными деревьями, и там был храм, святилище, по-моему, святая Ксения там была. И история этой святой следующая, что там жила святая, которую, к сожалению, потом фанатики ее убили. Но как люди поняли, что она святая? Потому что она была обычная вот женщина, которая очень тихая, смирная, спокойная такая, добрая, была все время в служении там, вот как-то. Но когда она молилась, когда она молилась, она поднималась в воздух метра на два. То есть это не какая-то, это Аляска, то есть там нет фантазеров, там нет каких-то. И не стали бы ради там просто какой-то фантазии строить целый храм и причислять к лику святых. Реально вот был человек, который, вот эта святая, которая в момент погружения и вот молитвы своего, там, Богу или Богоматери, я уж точно не помню, она реально левитировала. В буддийских рассказах, там, ну вот историях, говорится, что Миларепа там мог пролететь по небу и так далее. То есть факты того, что так или иначе, они встречаются. Я вот в таком виде столкнулся с этим. Факты другие еще есть, там, касающиеся, например, телепортации. Ну, то есть я могу это перечислять. Для кого-то, я понимаю, что очень странно будет это все звучать, но я просто перечисляю, как есть. То есть те феномены, о которых там где-то документировано, где-то об этом говорится. В общем-то, это в пользу того, что, я говорю о чем сейчас, что есть феномены, есть явления, реальность феномена, которые за пределами наших обычных физических проявлений, которые могут только объясниться на уровне того, что кто-то овладел не физическими, а психическими силами, сознательными силами.